Это сказка из книги, которая называется «Сказки Дервишей», написанная таинственным персонажем по имени Идрис Шах, он указывает, что это некая греческая античная история или фольклорная история, которая еще в Древней Греции существовала. В общем, такая вот поучительная восточная сказка с греческими, может быть, аристотелевскими корнями. Так называется она «Фатима-придильщица». Некогда в одном городе на далеком западе жила девочка по имени Фатима. Она была дочерью процветающего придильщика. Однажды отец сказал ей «Дочь моя, собирайся в путь, мы отправляемся в путешествие. У меня есть кое-какие дела на островах Средиземного моря, может быть, там тебе встретится красивый юноша с хорошим будущим, который полюбит тебя, и вы поженитесь». Итак, они отправились в путешествие от острова к острову. Отец занимался своими торговыми делами, а Фатима проводила время в мечтах о будущем мужа. Однажды, когда они плыли в сторону Крита, их застиг ужасный шторм. Корабль пошел ко дну. Фатиму, потерявшую сознание, волнами вынесла на берег недалеко от Александрии. Отец и все, кто был на корабле, погибли, и она осталась одна без всякой поддержки. Сцена кораблекрушения и длительное пребывание в открытом море так на нее повлияли, что о прошлой жизни у нее остались только смутные воспоминания. Очнувшись, она встала и побрела по берегу. Вскоре она наткнулась на семью одного ткача. Это были бедные люди, но, проникшись состраданием к ней, они взяли ее в свое убогое жилище и обучили своему ремеслу. Для нее началась новая вторая жизнь. Год или два она прожила с ними вполне счастлива и была довольна своей судьбой, но однажды, когда вышла погулять на берег, ее схватили работорговцы, отвели на корабль и вместе с другими невольниками увезли. Сетования и горькие жалобы Фатимы не вызывали у этих людей ни капли жалости. Они привезли ее в Стамбул, чтобы продать там как рабыню. На невольничьем рынке было несколько покупателей. Один из них искал себе раба, который мог бы работать в его цехе по изготовлению корабельных мачт. Несчастный вид Фатимы привлек его внимание и, желая облегчить ее участь, он купил девушку, так как считал, что у него ей будет лучше, чем у другого хозяина. Он привез Фатиму к себе, решив отдать ее в услужение жене. Но дома его поджидало печальное известие. Корабль с его товаром, в который он вложил весь свой капитал, был захвачен пиратами. Теперь он не мог позволить себе содержать рабочих и ему, его жене и Фатиме пришлось самим заниматься изготавливанием мачт. Фатима благодаря хозяину за его доброту так прилежно работала, что вскоре он даровал ей свободу и она стала его доверенным лицом и помощником. И так для нее началась третья жизнь и она почувствовала себя вполне счастливой. Как-то хозяин сказал ей, Фатима, я хочу, чтобы ты отправилась в качестве моего агента на Яву с грузом мачт и выгодно продала его там. И вот Фатима пустилась в плавание, но у берегов Китая мощный тайфун обрушился на ее корабль и потопил его. Каким-то чудом девушке вновь удалось спастись и она очнулась на незнакомой земле. Придя в себя, она стала громко плакать о своей несчастной судьбе. Как только ее жизнь, казалось, приближается к благополучию, безжалостный рог разрушает все ее надежды. «Почему так случается?» — восклицала она. «За что бы я не взялась, всегда меня ждет неминуемая неудача. Почему на меня валится столько несчастья?» Но никто ей не ответил. И она, заставив себя подняться, пошла, куда глаза глядят. Хотя никто в Китае никогда ничего не слышал о Фатиме и не знал о ее испытаниях, всем, однако, была там известна древняя легенда о том, что какая-то чужестранка прибудет однажды в их страну и сделает шатер для их императора. Так как никто в Китае не умел делать тогда шатров, все с живейшим интересом ждали выполнения этого предсказания. Чтобы не пропустить эту женщину, когда она прибудет, каждый китайский император по 30 раз в году посылал во все города и деревни гонцов, которые должны были доставлять в столицу всех чужестранок. Когда Фатима добрела до ближайшего приморского города, там как раз был оглашен очередной императорский указ о чужестранках, и люди, заметив ее, поняли, что она издалека и привели к императорским посланцам. Фатиму доставили ко двору и провели в тронный зал. Сын неба спросил ее, девушка, сумеешь ли ты сделать нам шатер? Думаю, что сумею, сказала Фатима. И так ей отвели помещение, она принялась за работу. Прежде всего ей понадобилась веревка, но никто даже не знал, что это такое. Тогда Фатима, вспомнив свое первое ремесло предильщицы, насобирала льна и свела веревку. Затем она велела принести прочной материи, но во всем Китае не оказалось такой материи, которая ей была нужна. Вспомнив, чему она обучалась у александрийских ткачей, она соткала прочное полотно. Наконец, чтобы окончить работу, ей понадобились шесты, но их не оказалось во всем царстве. Тут ей пригодилось умение делать мачты, приобретенные в Стамбуле. Она ловко смастерила надежные шесты. Закончив работу, она стала припоминать, как выглядели всевозможные шатры, которые она видела во время своих скитаний по свету и, наконец, собрала шатер. Когда это чудо показали императору, он был так восхищен, что обещал Фатиме исполнить любое ее желание. Она пожелала остаться в Китае, где вскоре вышла замуж за прекрасного принца, с которым прожила долгую и счастливую жизнь, оставив после себя многочисленное потомство. Таким образом, Фатима поняла, что то, что ей казалось в свое время тяжелыми испытаниями, неожиданно обратилась в необходимый опыт, который помог ей достичь конечного счастья.